Добро пожаловать на наш канал! Также большая радость увидеть знакомых людей, старых друзей, некоторых людей, которых я не видел 15 лет, наверное. Я очень рад видеть сегодня в этом молитвенном доме. Я благодарен пастору и всей общине за приглашение быть вместе с вами, для нашей семьи, за такой теплый прием. И нам очень приятно сегодня разделить также радости юбиляров ваших и увидеть ту полноту благословений, которую Господь дает. А в чем полнота благословений адвентийской общины? Кроме того, что мы собираемся вместе, что у нас есть Слово Божье, в том, что у нас есть дети, правда, когда мы видим детей, которые выходят вперед, это большое благословение для общины. Это значит, что у нее есть будущее и есть миссия, которую нужно выполнить. И также большим благословением является то, что то, что мы получаем здесь, мы можем этим поделиться, мы можем кому-то рассказать, и мы можем сегодня обратиться не только к этой аудитории, которая здесь есть, также нас смотрят люди в разных местах, и всем им сказать, что мы рады вам, и мы рады, что Слово Божье у нас есть, которым мы желаем сегодня поделиться. Перед тем, как мы исследуем один отрывок из Священного Писания, позвольте несколько слов рассказать о своем нынешнем служении. Уже чуть больше года я совершаю служение в медиагруппе «Надия». Многие знают ее как телеканал «Надия». И когда мы говорим «медиагруппа», как бы не все в курсе, что это. Я думаю, что, может, те, кто смотрел вчерашний опыт веры, вы могли больше немножко узнать о том, что медиагруппа — это и радио, это и телевидение, и школа Библии, и отдел коммуникации. Оно все собрано в такую большую команду, в которой больше 150 человек. Конечно, последних два года были большим таким испытанием. Для медиагруппы были сокращения, что-то ломалось, устаревала техника. Но с Божьей помощью мы увидели и благословение. И особенной радостью было то, что буквально несколько месяцев назад мы завершили метрику по радио, узнали, что в Украине нас слушают более 70 тысяч людей ежедневно. Есть такие города, есть такие села, где в маршрутном транспорте играет и постоянно звучит наше радио «Голос надии». И это удивительно, что даже водители из-за того, что нет других там радиостанций, а только наши, даже они сдаются и говорят, ну, будем слушать что-то верующее, что-то христианское. И это приятно. Мы сейчас проводим исследования в телевидении, и мы не знаем, какие еще будут до конца его результаты. Мы знаем, что наша потенциальная аудитория около 5 миллионов, но мы искренне надеемся, что мы сможем выяснить, сколько людей ежедневно смотрят телеканал «Надея». И особенными большими благословениями была наполнена наша школа Библии, когда за последние полгода около 5 тысяч учеников присоединилась в школе Библии. И когда мы их передавали в конференции пасторам, они уже не успевали просто справляться с таким количеством учеников. Рядовые члены церкви подключились к этому. И это те благословения, которыми Господь наделил нас даже в год пандемии, когда церкви были закрыты, когда было непросто и нашей команде, потому что практически вся наша команда заболела и прошла через это заболевание, потому что мы не останавливали ни съемки, ни трансляции. Людям приходилось приезжать, приходилось контактировать. Молодая команда. И, к счастью, слава Богу, что никто из нашей команды сильно не пострадал от этой болезни. И с Божьей помощью мы идем вперед. Я могу много очень рассказывать о служении медиагруппы. Мы создали специальный ресурс, такой сайт, который называется «Ангелы надей». Он посвящен всем тем людям, которые молятся и помогают нам. И там можно узнать больше о наших проектах, о наших нуждах. Я знаю, что и с этой общины, и со всего этого округа очень много людей шлют нам и послания, и какие-то сообщения, и молитвы. И мы очень благодарны вам за то, что вы поддерживаете наше служение. Потому что мы уверены, что оно служит не только одной стране, оно служит большому региону. Мы получаем даже такие сообщения от некоторых экзотических стран и интересные опыты во время евангельских программ, когда некоторые люди писали из Индонезии, с каких-то островов, и говорят, мы смотрим телеканал, и мы присоединяемся к вашим евангельским инициативам. Сегодня я хотел вместе с вами рассмотреть один отрывок, который задевает мое сердце. Я, в принципе, не проповедую о чем-то таком, что меня не волнует. И та тема, о которой мы будем говорить сегодня, она меня волнует, я переживаю о ней. И искренне надеюсь, что она найдет отклики в ваших сердцах. Мы будем исследовать одну историю из Евангелия от Матфея. И перед этим я хотел немножко так даже поностальгировать, вспомнить. И вообще, я думаю, что все из вас испытали такие приятные чувства, когда вы кормили своих домашних животных. У кого из вас вообще есть домашнее животное? У многих? Есть, да? Вообще-то, какая-то такая, не знаю, человеческая забава, очень близкая нашему сердцу, очень хорошо влияющее наше настроение, когда ты можешь покормить кого-то, правда? Собаку, кота, даже попугайчика. Вот, неделю назад я кормил в Нью-Йорке белочку и тоже испытал от этого много радости. Вроде бы уже и годы не совсем прям детские. Но кормишь этого животного, оно берет что-то с твоих рук, настолько это приятно. Я вспоминаю своего кота, которого уже давно нет. Вот, очень забавный рыжий кот. Он прожил в нашей семье. И знаете, когда привязываешься вообще к животным, к собакам, к кошкам, вроде бы смотришь, но это же всего лишь животное. Но порой оно становится как член семьи. Вот, я помню, как он забавно очень лапки свои так на стол, когда мы обедали, вот ставил. И потом он даже подтягивался. Как-то у него так очень это все получалось. И он заглядывал, что мы едим. Как не дать в такой момент что-то животным? Ну и, конечно, когда мы проезжаем, где-то путешествуем, есть возможность, несколько раз в жизни удалось посетить такие уже более большие парки с животными, когда ты мог покормить кого-то побольше, когда эта огромная голова в твое окно автомобиля где-то вот залазит за едой. Это тоже какие-то непередаваемые ощущения, правда? Но я хотел спросить, а когда вы кормите животных? Я уверен, что многим из вас это доставляло много радости. Вы вообще думаете о том, сколько калорий они получают? Насколько сбалансировано их питание? Мы не очень об этом задумываемся, правда? Хотя есть некоторые люди, которые о своих животных пекутся более, чем о самих себе. И, возможно, их питание более сбалансированное, чем наше. Но я лично как человек, который понимает, что в этом мире голодает очень много людей, не очень хорошо смотрю на такие привычки, когда о животных слишком большое по печенью. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Когда и салоны для животных, и они занимают лучшие места в автомобиле, и, как я уже сказал, питание их очень и очень сбалансировано. Обычно, когда мы кормим животных, мы мало думаем о том, что мой кот ел вчера или позавчера, или что эта птица получала от других людей, нас это не волнует. Нам приятно просто покормить, нам приятная эмоция, приятное настроение. Ну и в целом мы как бы за то, чтобы наши животные не были голодные. Вот и все. И когда они приходят, просят у нас еду, мы им что-то там бросаем. Был период, конечно, в жизни, когда ты готовишь даже животным отдельную еду. Но в целом многие люди, которые в моей стране, я думаю, может быть и здесь, что все равно как-то они пытаются своим животным давать что-то со своего стола, остатки какой-то еды. И, к счастью, есть животные, которые с этим очень хорошо справляются. Практически совсем. Когда мы думаем о Священном Писании, я такую ассоциацию или ассоциативный ряд приведу. Иисус Христос, ученики, путешествия, кормления животных. У вас всплывает какая-то история, которая вот на память может прийти? Может быть, еще созвучно с темой проповедью «Крохи твоих благословений». Давайте вместе прочитаем эту историю. Евангелие от Матфея. Уже кто-то вспомнил, да? Эту историю. Евангелие от Матфея, 15 глава. Из 21 текста я читаю. «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина, хананиянка, выйдя из тех мест, кричала Ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И она, подойдя, кланяясь Ему и говорила, «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию Твоему». И исцелилась дочь ее в тот же час. Когда мы смотрим эту историю, во все века разные христианские авторы, даже отцы церкви, обращались к этой истории как к одному из самых ярких примеров веры и настойчивости в этой вере. Правда? Потому что, когда мы читаем эту историю, даже вот так вот бегло прочитав, она удивляет, потому что кажется, каким образом Иисус Христос мог так отвечать этой женщине. Даже хотя мы знаем, что финал этой истории очень хороший, но многие исследователи говорят, что это было достаточно грубо, как вообще с ней обошлись, с этой женщиной. Если мы смотрим эту историю в других синоптических евангелиях, есть разные мнения комментаторов насчет того, где она произошла. Или она произошла где-то в пути, или есть предположение о том, что она происходила где-то в доме, и эта женщина ворвалась туда в дом, кричала, просила о помощи, и мы видим реакцию учеников, которые говорят, уже отпусти ее, потому что она надоедает. И здесь сразу ассоциация. Помните еще одну историю из Евангелия, когда Иисус Христос рассказывал о суде неправедном? И одна женщина докучала ему, и она уже настолько ему надоела, что он говорит, уже ладно, помогу ей, потому что она мне сильно, сильно надоедает. Но здесь же дело идет, речь идет о другом. Здесь мы говорим о Господе Иисусе Христе, который в остальных случаях являл удивительное милосердие к людям, который всегда к ним особенно обращался. И знаете, в этой истории, в этом повествовании евангельском есть еще некоторые скрытые моменты, которые не сразу нам видны на поверхности. Действительно, я считаю, что эта женщина, она проявила удивительное мужество. Но когда мы видим ответы Иисуса Христа, которые мы читаем здесь, вот некоторые из них, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева», и следующий ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам», создается впечатление, что Иисус Христос повторяет такие известные штампы в том обществе, какие-то установки, которые имели эти люди. Давайте мы разберем эти установки. Первая установка, которая действительно предполагала, что если придет царь, он в первую очередь принесет пользу кому? Евреям. И хотя здесь Иисус Христос отходит немного от существующей установки, потому что вы помните, в его общении с фарисеями, с аддукеми, они никогда не считали себя погибшими. Они считали, что заслуг Авраама настолько много, настолько они большие перед Господом, что их хватит на весь народ, что в целом их не нужно ни от чего спасать. И когда Иисус Христос говорил им о покаянии, о спасении, они это очень болезненно воспринимали. Но если говорить вообще о целях прихода Мессии, конечно, еврейское общество, оно считало, что, ну, в первую очередь, он принесет пользу еврейскому народу. Они будут освобождены от иго, они смогут каким-то образом победить своих врагов и так далее. Поэтому Иисус Христос, отвечая этой женщине, Он словно повторяет те вещи, которые были в умах Его учеников. Если мы посмотрим на учеников, мы видим, что они как бы не прогоняют эту женщину, но они к ней относятся, знаете, как к какому-то раздражающему фактору. Вот она просто надоедает. Вот она просит за свою дочь. И здесь мы видим уникальную ситуацию, которая, кстати, не очень редко встречается в этом мире, когда страдает ребенок, но мать говорит о ее проблеме, как и своей. Потому что родители, к сожалению, страдают вместе с своими детьми. Иногда болезни и проблемы детей настолько сильные, что родители их принимают как что? Как свои проблемы, как свои неприятности и так далее. И когда мы видим реакцию учеников, они все равно где-то дистанцируются от этой проблемы. Они видят, что эта женщина страдает, и они так уже, знаете, Иисусу говорят, «Ну, отпусти ее». Они, может быть, не понимают, почему Иисус Христос молчит. Всегда он чаще, быстрее откликается на нужды этих людей. Здесь Иисус Христос молчит. И вот начинают возникать вот эти штампы, вот эти установки. «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И мы помним, что обетование, которое было дано Аврааму, говорит о том, что благословляться в тебе кто? Все племена земные. То есть, опять же, это какая-то установка, что благословение получает только небольшая группа, а все остальные получают меньше. Но дальше идет еще более серьезное мнение. Нехорошо взять хлеб у детей и бросить пса. Это именно то, о чем я говорил вначале, что я не очень поддерживаю ситуацию, когда дети получают худшее питание, худшее попечение, чем какие-то животные, чем собачки с красивыми прическами, с ухоженными лапками, подстриженными ногтиками, и которые получают эксклюзивное, отличное питание. Это неправильно. Здесь Иисус Христос, в принципе, говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Но кто эти псы? Мы знаем, что здесь используется такое более уменьшительное слово, говорящие не о тех псах, которых презирали иудеи, потому что во времена Иисуса Христа голодные собаки ходили и рылись возле мусорок, они были тощими, больными. Он больше говорит о этих домашних собачках уже, которые приручались, и которыми дети игрались, могли играться в домах. И даже здесь он говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Кто эти псы? В понимании иудеев эти псы – это были язычники. Они их неоднократно. В литературе можно видеть мнения, есть высказывания, которые сохранялись даже в первые века существования христианства, отношения к язычникам как к псам. Вот есть люди, которые нам неприятны, мы брезгуем по отношению к этим людям. Может быть, эти люди и сегодня есть в нашем обществе, и мы, проезжая по улицам городов, видя неопрятных людей, которые где-то лежат, или, проходя в Киеве, иногда я возле своих многоэтажного дома, вижу молодых ребят, 30-35 лет, таких моих ровесников, может, чуть старше, они очень худые, они все как-то смотрят постоянно, бегло по сторонам. Я понимаю, что они употребляют наркотики. Возможно, вы проезжаете здесь и слышите где-то знакомый запах. Ну, знакомый, я надеюсь, знакомый в том плане, что вы его уже раньше слышали и сами не употребляли. Но вам хорошо известен, откуда этот запах и что это за запах. Когда вы смотрите на этих людей, сразу появляется такое внутреннее чувство отторжения, брезгливости. Есть еще, может быть, ряд людей, я могу называть эти категории одну за другой, когда ты только видишь этих людей. Может быть, и сегодня наша Всемирная Церковь очень много говорит о расовой нетерпимости. И я могу сказать откровенно о том, что до сих пор в моей местности, если появляется группка цыган возле моего дома, сразу все жители пишут в чатах, цыгане на улице, аккуратно, смотрите за своими вещами. Потому что мы сразу чувствуем отторжение к некоторым людям, к некоторым национальностям. И такое может быть. И в те времена она настолько сильно выражалась по отношению к язычникам, что их просто называли собаки. Просто псы. И здесь с уст Иисуса Христа, с уст Бога, есть... Вот эта фраза звучит, что нехорошо взять хлеб у детей и дать псам. Скажите, если бы Иисус Христос исцелил дочь этой женщины, что ему пришлось бы на одного ребенка меньше исцелить иудейского? Ну давайте вот разберем эту фразу, да, внимательно подумаем. Что если бы он взял это благословение, дал этой женщине, чтобы где-то убавилось, или не было бы его достаточно творческой силы, потенциала, мощи Бога, для того, чтобы подарить плюс одно здоровье, плюс одно исцеление, плюс одно изгнание бесов? Мы же понимаем, что это не так. Мы понимаем, что Иисус Христос произносит то, что было в голове Его учеников. Это была уникальная ситуация. И в служении Иисуса Христа он всего несколько раз, по свидетельствам некоторых исследователей, выходил за пределы Палестины. А некоторые исследователи говорят, что он даже не выходил, он по краю проходил. И в принципе, действительно, его служение было сосредоточено на овцах так званых Израиля. Но вы видите самообладание этой женщины. Она отвечает не просто, знаете, так, чтобы уцепиться еще за надежду, еще просто дать какой-то аргумент. Мы видим, что здесь определенный юмор даже присутствует в ее ответе. Это показывает, что некоторые люди, которые проходят через очень тяжелые испытания в своей жизни, они не теряют присутствие духа. Она, во-первых, ведет себя очень смело, и Златоуст, Иоанн Златоуст говорит, что она прям с дерзновением приходит к Господу для того, чтобы просить этих благословений. Господь недаром делает эту паузу, произносит эти две установки, для того, чтобы его ученики могли осознать тот урок, который им пригодится уже, когда Иисус Христос поднимется к Господу, когда Он уже вознесется от земли, когда уже будет книга деяния апостолов, когда Петр будет переживать свои опыты. Помните, в доме Корнилия, когда он говорит, что иудеи с язычниками не сообщаются, когда ему нужно было пройти через тяжелые переживания для того, чтобы понять, что Господь принимает всех, всех людей. Это опыт многих других апостолов, которые они начинали переживать в этой истории, и которые им пришлось еще в жизни не раз пережить. Действительно, эта женщина, она получает эти крохи благословений. Если посмотреть на то, что Израиль имел в то время, действительно, апостол Павел говорит об этом, что им было вручено что? Слово Божье, самая большая ценность. Они были научены многим вещам, которые не имели языческие народы. И система здравоохранения, которая была в Израиле, и устройство, которое им Господь дал, и влияние книжников, фарисеев, даже несмотря на то, что там и негативного было много влияния, но по сравнению с другими культурами, с другими народами, они получили много благословений. Они были господами в этом столе Божьих благословений. Они сидели на стульях, и они вкушали яство. Это была та еда, которой было очень много. Собачки под столом получают крохи благословений, которые имеют господа. Я здесь хотел немножко остановиться и поговорить о двух важных моментах, которые могут быть и в духовной жизни. Иногда, когда мы смотрим на людей этого мира, и когда мы сегодня открыто вещаем в интернет, когда мы проповедуем Слово Божье, у нас может создаться впечатление, что там уже никому не нужно, что они не хотят. Мы им предлагали много раз, и они не хотят. Это может быть не только насчет тех людей, которых мы не знаем. Это может быть насчет наших друзей, которые еще не в церкви. И когда нас кто-то спрашивает, а ты делишься с этими друзьями тем, что ты услышал в субботу? Ты делишься с ними какими-то духовными наставлениями, которые можно найти в YouTube, там еще где-нибудь? И мы что отвечаем? Мы говорим, так я им уже говорил тысячу раз, они меня не слушают. Это могут быть наши старые друзья, это могут быть наши родные, и это особенная боль, правда? Когда кто-то из твоих родных уже 10-20 лет не в церкви или никогда еще не приходил в церковь, это могут быть даже наши дети или внуки, это особое переживание. Но когда мы слышим о том, что поделись с ними благословениями, мы можем сказать, что я им уже предлагал много раз, они не хотят. Многие исследователи говорят сегодня о том духовном голоде, который есть в мире. Что в этом мире каждый человек, он по сути ищет Бога. Он не найдет никакого успокоения, никакого покоя в своей душе, пока он не найдет Бога. Но этот духовный голод очень сложно осознать. Люди его забивают чем-то, они пытаются кормить себя какими-то суррогатами, они в развлечениях, они в каких-то хобби. И в это все духовный поиск. Просто человеку очень сложно его признать. Сложно признаться незнакомому человеку, что знаешь, я духовно голодный, я не получаю Слово Божье, мне нужен Господь, мне нужно спасение. Скажите, вы часто слышите, что кто-то в этом признается? Нет. Люди кажутся отстраненными, но это не значит, что они не голодают. И говоря этим языком, это женщина, которая была смела настолько, чтобы сказать, что да, я под столом, я не получаю всей полноты благословений, я не те хозяева, которые дают мне кусочек чего-то, но она здесь заявляет, что даже крохи я рада получить. Эта женщина, как раз, когда она думает о благословениях Господних, она не стыдится признать, что они ей нужны. Но, друзья мои, я хочу сказать всем нам, что и себе в первую очередь, что нам не нужно ждать этого признания людей. Нам нужно понимать в том, что в этом мире, в миллионах людей, в миллиардах людей, духовная анорексия, они задыхаются без Бога. Им нужно Слово Божье, им нужен Иисус Христос. Может, они сегодня еще не знают об этом. Может, они вам говорят прямо, мне не нужен Бог, мне не нужен Иисус, мне нужна твоя вера, мне нужны твои, твое Слово Божье. Пусть они говорят, что угодно. Вы, как люди грамотные, мы, как люди, наученные Словом Божьим, мы должны понимать, что в этом мире происходит огромный духовный голод. Люди не знают, чем его заполнить. Люди в этой пандемии, многие потеряли свое психическое здоровье. Люди в депрессиях. Почему? Потому что о них нет надежды. Они не знают, к кому идти. И как раз, когда кто-то к ним прикоснется, вот нежно, кто-то их еще раз призовет, возможно, это будет период в их жизни. Когда они проходят через какие-то испытания, может, что-то в них происходит, и они будут более открыты к тому, чтобы признать, я голодаю, мне нужен Господь, мне нужна духовная пища. Но не ждите, что они признают это очень легко. Не ждите, что кто-то придет к вам и скажет, садись со мной, рассказывай мне об Иисусе Христе. Скорее, это наше понимание, что рядом с нами голодают множество людей. Вообще, во всем мире около от 30 до 50 процентов еды в принципе выбрасывается. Вы знаете об этом, да? Во всем мире от 30 до 50 процентов еды просто выбрасывается в мусор. И знаете, я хороший урок получил от своего дедушки, уже покойного, дедушки Аркадия, когда он жил в деревне, в селе недалеко от Бердичьего, и когда я приезжал к нему погостить летом, он всегда меня заставлял доедать мою порцию. У него было такое правило, что мы не выбрасываем. Если оно в твоей тарелке, куда его выбрасывать? Это же еда, это ценно. Он никогда в жизни не выбрасывал хлеб. Когда мы живем уже в изобилии, когда у нас много всего, и мы набрали много всего, поставили в свой холодильник, то потом приходит время, ты берешь какой-то там продукт испорченный и отправляешь в мусорку, и уже ничего здесь не йокает, правда? Потому что его много, потому что можно купить еще. Но люди, которые пережили голод, они говорят, это целое исследование посвящено тому, что они очень бережно относятся к кусочкам хлеба. Они никогда их не выбрасывают. Даже если они уже закончили трапезу и осталась горбушка какая-то, они ее обязательно доедят. Многие связывают это с травмой психической, которая была получена, психологической травмой, которая была получена из-за недоедания. Но в целом в некоторых культурах это уважение к хлебу, что если ты что-то получаешь, ты должен это доесть, потому что это ценность, это еда. Это сегодня теряется в обществе. Как я уже сказал, много еды выбрасывается. Если говорить в духовном плане, мы иногда получаем настолько много благословений, что мы перестаем их ценить. Какие это благословения? Давайте их еще раз напомним. У нас есть Слово Божье, постоянно с нами. Ты в любой момент можешь открыть на телефоне, на планшете Слово Божье и его читать. Это было 50 лет назад или 60? Этого не было. Я помню, как бережно люди получали первые Библии на евангельских программах в 90-е годы, когда перевозили эти Библии, и люди собирались возле сцены, чтобы получить свою первую Библию. Сегодня никакой проблемы нет, все есть. Сегодня, если ты хочешь послушать проповедь, тебе не нужно ждать даже субботы. Ты просто включаешь, и ты можешь 24 часа в сутки, сколько выдержишь, слушать проповедь за проповедью адвентийских проповедников, самых лучших в этом мире, и слушать, и слушать, и слушать. Скажите, если у нас какая-то нужда в духовных книгах, их много, их в издательство, придешь в книжную лавку, и ты смотришь много духовной литературы, у нас есть с кем общаться, у нас есть братья и сестры, которые не живут от нас на расстоянии 300 километров, 400, у нас есть все возможности сегодня, все благословения. До сих пор есть некоторые страны, где религиозная свобода очень ограничена. Есть страны, где наши братья и сестры 15 лет уже молятся о том, чтобы попасть на субботнее богослужение. Можете представить, что они живут в какой-то стране, и они не могут собраться в субботу, это запрещено, и они молятся о том, чтобы в их стране что-то поменялось, чтобы открылись двери, свободы, чтобы они могли прийти на субботнее богослужение. Но когда оно у нас каждую субботу, когда оно еще есть в пятницу и в субботу вечером, если ты пропустишь одно, ну какие проблемы? И здесь вместе с этой духовной анорексией, которая есть в этом мире, в этом духовном недоедании, есть группа людей, у которых духовное, можно сказать, пресыщение, у которых есть все, есть все благословения, их очень много. Скажите, каким образом можно, есть хорошая пословица, я не знаю, какого народу она принадлежит, каким образом можно справиться с таким потоком благословений? Говорят, можно построить стены выше, а можно сделать стол больше, правда? И приглашать больше гостей. Это то мышление, которое вот Господь желает поменять в верующих людях, чтобы они не были потребителями благ, что они похожи уже на таких раскормленных гусей, которых кормят и кормят, они становятся все больше и больше, им уже то не нравится, им уже этот проповедник не так, может быть, динамично проповедует, а тот уже там каких-то нюансов не слышит. Друзья мои, это все свидетельствует о том, что мы можем быть уже настолько насыщенными, что не понимать, что вокруг есть люди, которые голодают, которые нуждаются в пище, нуждаются в пропитании. Эта история об этой женщине, у нее очень много уроков. Конечно, там есть этот момент дерзости, веры, но она еще учениками Иисуса Христа должна была открыть или начать открывать эту огромную сферу, что служение Господа, оно до края земли, что служение Господа, оно не граничивается каким-то эксклюзивным народом. Если тогда это был еврейский народ, сегодня это могут быть адвентисты седьмого дня, которые знают много, которые все доктрины разложены по полочкам, которые любому, который придет к ним, могут сказать, у нас правильно, у нас все есть. Наш институт библейских исследований делает самое последнее, самые новинки находят в Священном Писании, и мы все знаем. Друзья, неужели ради этого Господь дает нам благословение? Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли два таких важных урока для себя принять, и я, и каждый, кто здесь есть, и наши зрители, что есть, в первую очередь, наверное, проблема в том, когда мы, в принципе, не делимся благословениями. Господь побуждает всех нас делиться тем, что мы получили. Это то, что мы можем прочитать в Евангелии. Иди, расскажи, что сделал с тобой Господь, да, что если мы что-то переживаем, если мы получаем что-то в субботний день, не оставляйте это для себя, поделитесь этим с кем-то. Второй важный урок заключается в том, что мы не можем считать некоторых людей собачками, лепсами. В принципе, Библия не позволяет такое отношение к людям, несмотря на их статус, несмотря на то, что с ними происходит, несмотря на то, что есть в их жизни, может быть сегодня. И это очень важно. И третье, это то, что очень важно осознать, что Господь желает, чтобы в Его доме было намного больше людей, чтобы в Его доме еще есть места, есть еще люди, которые могут прийти. Еще не вся работа сделана. Когда наша медиагруппа и школа Библии начала проповедовать, мы увидели, что есть люди, которые просто откликаются на простой призыв. Я предлагаю вам исследовать священное описание, вместе с нами. Присоединяйтесь к изучению Библии. Как вы думаете, много современных людей откликнется на этот призыв? Нам казалось лично, что немного. Но когда мы попробовали, когда мы просто разместили объявление, исследуйте Библию вместе с нами, посыпались сообщения, пришли люди, которые просто хотят узнать Слово Божие. И они еще есть, и они еще не слышали. И в конце я хотел рассказать историю, которая лично меня коснулась. Это будет завершающий такой, может быть, урок. Касается тех людей, которых мы считаем не очень нам подходящими и так далее. Так получилось, что я вырос в верующей семье и с Божьей помощью, с хорошими наставлениями моих родителей и других людей, я не употреблял спиртное вообще никогда. Вот от слова совсем. И где-то в моем сердце так вот сформировалось такое отношение к людям, которые запивают, очень негативно. Ну, действительно, я считал, что это уже, ну, ладно, много разных есть зависимостей, как бы и в нашей жизни может быть не все хорошо, есть какие-то духовные борьбы. Но когда человек уже настолько напивается, что он просто вот, ну, никакой, я к этому очень негативно относился. Я всегда очень брезгливо проходил мимо пьяниц, которые лежали где-то там в кустах или край дороги. Сейчас это реже встретишь, но мы знаем, что многие люди запивают дома. Я так брезгливо смотрел, когда там у нас соседи были, в Николаеве, где я жил, и вся семья, мама и двое братьев, ну, крепко употребляли. Вот. И мы там где-то на улице играемся, смотрим, опять лежат, опять крики, опять драка. Я всегда к этому очень негативно относился. И знаете, когда я начал свое пастерское служение, у меня такое же отношение, вот все-таки я был готов благовествовать многим людям, но если приходили пьяные, я бы скорее выгнал бы их собрание, чем бы позволил им сидеть. И, в принципе, не вел с ними никаких бесед. Ну, понимая, что на пьяную голову мало что там откроется, вот, или закроется, или неважно как. То есть, в принципе, не вел никаких бесед с людьми, которые выпивали. И как-то я получил один очень хороший урок. Я и сейчас считаю, что алкоголь — это, конечно, большое зло, и что пьяный, может быть, не все поймет, что ему говорят, а может быть, вообще ничего не поймет. Но однажды я вообще не получил очень хороший урок насчет своего отношения к этим людям, которое кое-что поменяло в моей жизни. Мы сидели на учительском собрании, это был понедельник, по-моему, и мы собирали в зале, в наемном зале на втором этаже. И вот, знаете, идет урок субботней школы, разбор урока субботней школы, мы дискутируем и так далее. Тут дверь открывается на середине учительского собрания, вваливается молодой человек, понятно, в каком состоянии, и к нам так, о, а что тут как бы это, смотрит у нас Библии, глаза немножко его как-то пришли в порядок, о, Библия, я хочу вместе с вами изучать. Я, знаете, вспоминаю свои эмоции, тогда я просто встал, говорю, вам здесь не место, чуть ли не взял его за шкирку, и оттуда, с этого учительского, до свидания, нам пьяные здесь не нужны, идите, проспитесь, протрезвейте, и потом приходите. И вернулся назад. И мы дальше продолжили учительское собрание, закончили его, и после того, как это учительское собрание закончилось, ко мне подошла мой мессеневский лидер, сестра Ирина. Она говорит, пастор, я хочу с вами поговорить. Я думаю, ну, хорошо. И она говорит, знаете, вот сегодня я увидела, как вы реагируете на этих людей, да, вот я увидела, что в вашем сердце нет никакого сострадания и любви к этим людям, вы реально просто взяли и выставили человека за дверь, да, он был пьян, но она мне сказала, я точно такой была. Я была точно таким человеком, вот пропащим в этом мире. Я пила беспробудно. И теперь она, я вот вспоминаю эту историю, это очень сильный мессеневский лидер в общении. Я понимаю, что Бог может делать чудеса и в жизни таких людей. И мы не должны позволить нашему отношению, даже к этим современным людям, которые, кажется, ничего не хотят, ничего не хотят знать, не позволить изменить их наше сердце, чтобы наше сердце стало настолько черствым, чтобы мы, видя их реакцию, зная, что они что-то не принимают, что им не нравятся собрания, им не нравится организованная религия, еще что-нибудь, чтобы мы сдались, чтобы мы подумали, что да, действительно, есть категория людей, которые могут получить Божьи благословения, а есть категория людей, которые не могут этих благословений получить. Друзья мои, Господь способен переменить любое сердце. Сердце пьяного человека, черствое сердце человека, который, может быть, и наркотиками сегодня одержим, черствое сердце современных людей, которые вообще ничего не хотят знать о Боге, которые называют себя атеистами, все они духовно голодные люди, все они жаждут этого кусочка духовного хлеба, даже когда они не понимают этого. И очень хорошо, когда есть группа людей, есть братья и сестры, те, которые осознают, что вокруг них много таких голодных людей. Я буду просить Господа о том, и вместе с вами будем молиться о том, чтобы наши сердца оставались открыты, чтобы мы вместе с вами не стали черствыми, подобно тому, как есть много людей в этом мире, чтобы мы понимали, что мы, как верующие люди, как адвентисты седьмого дня, получаем тонны Божьих благословений. У нас они есть во всем, везде, в нашей церкви, в нашем служении, в нашем общении, в наших друзьях, в наших братьях и сестрах. Это полнота Божьих благословений. И сегодня мой призыв, давайте делиться этими благословениями. Давайте не будем свое сердце закрывать для других людей, которые нуждаются в Божьих благословениях. На этой неделе, если Господь вас побудет, может быть, вы давно этого не делали, но если вы сможете кому-то сказать об Иисусе Христе, кому-то подарить духовную литературу, кому-то просто сказать, посмотри там-то и там-то, это может быть для этого человека началом хорошего пути для Царствия Божьего, хорошего пути для того, чтобы узнать Иисуса Христа как своего личного спасителя. Давайте будем молиться о том, чтобы наши сердца оставались такими теплыми, горячими, любящими, какими и хочет видеть Бог. Аминь. Помолимся. Отец наш и Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты оставил эту историю, потрясающую историю в Евангелии от Матфея, которая показывает, что в нашей жизни, в нашем сознании может быть очень много разных установок насчет людей. Кто-то нам совсем не подходит, кто-то чуть-чуть не подходит, кому-то мы вообще закрыли свое сердце и вынуждены признаться, Господи, что у каждого из нас могут быть эти категории людей, эти группы людей. Может быть, там меньше наших родных, но когда мы встречаем каких-то случайных людей, нам порой нет дела до них. И сегодня мы просим каждого, чтобы Ты помог каждому из нас, мне, моим братьям и сестрам, всем нашим зрителям, осознать, сколько благословений мы получаем от Тебя, какая полнота благословений изливается на Церковь Твою. Господи, мы искренне просим, чтобы мы не страдали духовным ожирением, чтобы мы делились тем хлебом, который получаем. Видя, как в этом мире многие люди голодают, как в этом мире многие люди даже не могут признаться себе в том, что им нужен хлеб духовный, что им нужен Иисус Христос, им нужно спасение. И чтобы наши сердца никогда не остались закрытыми для этих людей, чтобы мы помнили о том, что они нуждаются в спасении, и они могут с Твоей благодатью под действием Духа Святого обратиться и быть в нашей среде. Помоги, чтобы и в этой общине были открыты широко двери для благовестия, для всех людей, которые окружают нас здесь, с наших национальностей, или нашего языка, или любого другого, Господи. Но чтобы мы были открыты и с Твоей помощью еще достигли миллионов людей, которые в этом мире находятся в болоте, в трясине греха, Господи, которые не знают пути спасения. Помоги, чтобы они присоединились к нам, и мы все вместе наследовали спасение, которое Ты даруешь нам. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Продолжение следует...